Привет, друзья мои! Хочу анонсировать ближайшие мероприятия, а также некоторые прошедшие мероприятия и события описать, оценить, прокомментировать. Значит, прежде всего, масленичная неделя. Всем привет, всех поздравляю с началом. Крепитесь, мужайтесь, скоро Великий пост. Пост — это духовная война, прежде всего, да? В общем, желаю всем крепости духа. Дальше, значит, я уезжаю на 4 дня сейчас на школу Рыгородского, где я буду вести занятия по теме «Вокруг экспоненты. Введение математический анализ» для школьников. Это по мотивам там моей серии лекций, по мотивам моих лекций на национальной платформе открытого образования. Вот. Недавно я прошел 100 километров за один день, о чем здесь уже писал. На Инстаграме вышло маленькое короткое видео прямо с сотни. Кто не видел еще, посмотрите, как это выглядело через две трети маршрута. А вчера я ходил 50, расслабончик, 50 километров. Ну, там прибавил еще в начале 4 и потом 12. В общем, прошел на самом деле две трети сотни снова. Ходил половину как бы маршрута Сафроновской сотни. Вот. До этого просто бежал по свежевыпушкому снегу по Измайловскому парку, а потом по датаивающему снегу по Лосиному острову вечером. Так вот, да, эти 50 километров были совершенно изумительными, потому что все тропили. То есть соревнования сотни, первые вот эти первые 50, чемпион прошел типа за 6 часов или чуть меньше. И на первый костер вообще пришло несколько человек там, кто впереди был. Даже я там оказался, потому что у меня лыжи... Ну, в такую погоду мои лыжи очень хорошо идут. Ну, и потом первое время я, значит, там... Бодрый был, я же не на 100 километров рассчитывал себя, а на 50. Ну, потом, конечно, отстал. Вот. В общем, побегали отлично. Значит, лыжный сезон все-таки прошел в эту бесснежную зиму. Ну, может, еще и продолжится в марте. Дальше. Я подписал дело сети, подписал воззвание против пыток. Понимаете? Ну, меня, конечно, причислили тут же к либерастам. Меня только одним, только другим причисляют. А я не тот, не другой. Я просто против пыток. Понимаете? Показания, которые получены через пытки, ну, это не показания вообще. Ну, потому что сегодняшний человек слаб, и никто не может выдержать пыток. Понятно, что любой человек напишет все, что угодно, что с него потребует. То есть, в этом плане, показания, которые получены под пытками, они ничего не означают ни за, ни против. Ну, и значит, как бы, они не должны просто засчитываться. Я сразу предупреждаю, что я не знаю, как организовать все, чтобы это, так сказать, не происходило, чтобы у нас никогда не было показаний против пыток. Никогда не было пыток во время, так сказать, получения показаний. Этого я не знаю. Это, наверное, юристы хорошо в этом понимают. Может быть, вот в будущем, когда будет какая-то юридическая реформа, когда мы вернемся к царским канонам, из совкового наследия. Ну, откуда пытки берутся? Понятно, что это наследие совка. В совке это было сплошь и рядом. Все знают историю Советского Союза и репрессий. То есть, это все как бы отголоски прошлого. Ну, когда мы от этого прошлого, наконец, постепенно освободимся, то, наверное, и будет придуман механизм, как делать так, чтобы пыток не было. А пока я просто подписал это воззвание, потому что, ну, плохого точно ничего не будет, если люди разберутся. Может быть, там врут, да, и пыток не было. Ну, хорошо, тогда разберутся и проверят это. Но в любом случае лучше подписать в таких случаях, я считаю. Вот. Дальше. Значит, из будущего. Да, из прошлого еще вышло несколько разных коллабов. С Андреем Павликовым мы поколлабили. Но это пока, по-моему, не вышло. Или уже вышло, тогда я пока еще точно не знаю. Я думаю, что Андрей мне кинет, когда выйдет. Вот. Дальше, значит, что еще у нас было? Да, был. Значит, еще одна пост науки кое-что вышла. Типа там нерешенные задачи математики вышли. И про теорию игр, по-моему, тоже вышла. А Пуанкаре вообще залез уже за 700 тысяч. Вообще клево очень. Значит, так. Записал я на Спасе с Легоидой передачу. В какой-то момент она выйдет на телевизоре. Ждите. Говорит, Великим постом выйдет. То есть, в какой-то момент выйдет во время Великого поста. Так. Что еще было? Еще вышла мои нобелевские лауреаты на Мейлоконф. Вышли в интернете. Сейчас брошу сюда ссылочку тоже. Ну и, наконец, из будущего. А, вебинар. Вебинар со школы Школкова прошел. Из ближайшего будущего отмечу, ну, кроме школы Рогородского, куда я сейчас еду, Ярославля, который будет 25-го. Прямо завтра, если мы сейчас успеем положить это видео в интернет. Вот, Ярославль это будет в мат-центре. Так, так вот, значит, дальше будет, дальше будет из того, куда приглашаются все, будет Переславль-Залезский 10-го марта. И вот об этом я уже сейчас скажу, а подробности позже по приезду выложу уже на сайт. Так что имейте в виду 10-е марта, Переславль-Залезский. А так, всем пока, всем хорошей погоды, зимы, конечно. Пусть она все-таки еще постоит некоторое время, хоть какая, да, хоть иногда выпадает снег. Ну и хорошего настроения перед постом. Готовьтесь, мужайтесь, люди добрые. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok